Я никогда не выступала перед Хагалем, я немножко нервничаю, но я сказала тебе, если что надо, Господь скажет через меня. Я просто когда приехала, я записала свои мысли, потому что я была в таком персональном полёте, и я записала, как бы, не на 10 минут. Да, нет проблем. Ты хочешь, чтобы мы сели, мы сели. Нет? Нет. Стой! Я сейчас буду нести благую весть, что никогда этого не делали перед людьми. Я не человек-оратор, я не общественные дети. Вот. Я хочу, может быть, чтобы вас это что-то, что-то кого-то задело, что-то где-то у кого-то зашевелилось, так как это произошло со мной, да? Эти чувства, которые я пережила лично, да, не понаслышке, когда рассказывают, это одно, когда ты сам переживаешь, это всё по-другому, правильно? Да. Вот. Марина, хурш sail! Да. Да, 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 нет. Когда, ты находишься в Божьем состоянии, да, это такое, вот, приятное чувство, как будто во внутри что-то тебе такое, вот, приятное отечёт. Я не знаю, если кто-то меня понимает это, да? Причしました! Вот. Это непередаваемое, это только надо прочувствовать, пережить. Окей? Господь на самом деле велик, окей? Аминь. Я простая девочка, которая в своей жизни вообще не могла подумать, что… Я очень любила американские фильмы иностранные, да. Я в жизни не могла подумать, что я могу поехать в страну своей мечты. Окей? И это осуществилось с Богом. Так бы я в самого жизни не поехала, потому что мне вокруг кричали, ой, не дают визу, это нереально, одному не дали, второму дали. Думаю, наверное, мне тоже могут не дать, правильно? Но нам дали визу, и очень быстро, кстати. Причем за три дня, по-моему, да, мы получили? Да. Хотя сказали, две недели нам дали. Да, очень быстро. Хотя думала, что мне не дадут. Я еврейка, чё, чему там? Кто меня ждет, кто меня… Вот. Окей. Америка – это такая страна, это такие люди, которые… Это люди, которые любят давать. Окей? Одна девочка мне сказала, что она в Израиле не встречала плохих людей, что тут люди с большим сердцем. Я говорю, да, это правда, да. Я говорю, ты знаешь, говорю, вот в Америке люди еще с большим сердцем. Аминь. Просто я это на себе почувствовала, поэтому я могу это сказать. Окей? Не потому что я от кого-то это слышала. Да. Начнем с того, что мы жили у таких людей, в такой семье, которая вообще нас не знала и взяла нас к себе, да. Такая семья Лемуфет. Для примера. Да. Окей. Это женщина, которая семь детей. И это супер-вумен, что мы, наверное, тут все вместе взяты отдыхаем по сравнению с ней. Она домохозяйка, но она каждое утро встает, одевается, причёсывается, красится. Одевается они там, типа, тренинг и пошла, да. Она одевается нахуяц. Ну, типа... Да, хорошо. И начинает все делать свои дела. У нее как бы домохозяйка. Что домохозяйка? Это, типа, такое что-то на голове, такая, не знаю, полусонная. А нет, она домохозяйка, которая... Это ее работа. Она домохозяйство ведет как работу. Вот так вот. Хорошо ведет работу. Да. Да. И она выглядит, конечно, всем нам выглядит. Вот Таня и Макс могут сказать. Нахон? Да, 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 да. Нахон. Лера у нас жила. Она всегда говорила, я иду домой. Типа, она всегда шла к нам. Я иду домой. Окей. Она, вот именно эта женщина, очень смиренная перед Богом. Она для меня как бы была примером, да. Мне хотелось у нее поучиться многому. Просто Даня и расскажи в магазинах. Сейчас. Я с этой, как бы, через два дня, вот, да, она со мной ходила. Человек вообще ходил вот так вот ко мне. Она от меня не отходила. И она говорит, наверное, я тебе помещаю, типа, как Дэви, как клей, да. Я говорю, ты что, говорю. Мне это никогда никто не делал, говорю. Наоборот, мне так приятно, что ты со мной... А там, главное, ну, иди там туда, иди. А я должна была голову ломать по-английски там, да, что-то там. This is, this is, this is. А я, конечно, вообще не напрягала извилину ни одной. И она... Она всегда была возле меня. Как, знаешь, ну, не знаю, палочка-выручаночка вообще. Везде со мной. У человека столько было терпения, со мной никто не может выдержать. Да? Балик, Балик! И вот я могу сказать, что вот сердце это... Имеется в виду, никто не может выдержать походы по магазину. Поэтому она ходит одна, да? У этой женщины, ну, вот, сердце, да, как бы, вот, у меня тоже такая миссия появилась, что сердце человека, как бы, всегда, ну, у него, даже если есть зазоринка какая-то, да, то вот оно может открыться. Может открыться на чуть-чуть. У кого-то открыто сердце на чуть-чуть, да. У кого-то на все девяносто. Вот как дверь, да, вот открыто, вот так что-то у меня такое сравнение. В голову влетло, вот как, ну, вот сердце человека, как дверь. Вот, правильно? Есть же дверь вот чуть-чуть челочка, да. А есть больше, есть больше, есть до самого предела. Да. Вот это вот эта женщина. И мне нравились у них отношения с мужем. Да. И первое, что я услышала, это было «Honey». Он ей. Я такая… «Honey?» Я тоже хочу быть «Honey». «Honey» — это на английском сладкое. «Лёд». У нас таких отношений нет. Это… В этой семье, вот, ты видишь, много детей, да. Большая семья. Как бы, а, каждый по своим навеку, да, спрятался. У них настолько такая, во-первых, любовь к мужу, к жене. Несмотря на столько детей, я бы там, наверное, бегала, у меня бы волосы длинном стояли, вот такая бы я вся бегала. У них всё спокойно, всё равновешено. И вот между братьями и сёстрами, да, это тоже… Это… Не знаю, у кого в семье такое есть. Например, у них такого нет, чтобы брат с сестру там обняли, поцеловали. У нас, например, такого нету, да. У них это как-то… Как будто бы они живут одним целым. Вот такое вот у них… Окей. Всё время, что мы были в Америке, мы жили как у Бога за пазухой. Теперь я понимаю это выражение. Да. Все люди выкладывались настолько, насколько они могли. И это было видно, как бы, да. И я говорю Паше… Валик даже, помню, сказал. Говорит, вы нас так принимаете, как королей. Паша – это, ну, муж Лили, да? Это… Пара, который… Да, пара, который муж Лили. А он говорит, типа, делай всё как для Бога. Как бы, и эти слова мне запали в душу. Например, я так не всегда делаю. Ага. Я на себя лично отвечаю. Окей. Потом, когда посвятили Валику в пастора, да, мы пошли после церкви в кафе. Такое, как в фильмах показывают. Какие девочки все время подносят. Кафе. Вот. И мы сидели… У нас… Такой… Квудца. Ну, группа сидела, да. И мы сидим, там что-то заказали, кушаем вкусно. А Денис потом… Денис, вы же знаете, Денис, говорит, а вы знаете, за нас уже заплатили. А я такая… Шу, и как заплатили? Как в кино. Знаете, так вот, как в кино, да? Да, да. Да вас заплачено с того столика. Нам даже не сказали, с какого столика. Я вообще была в шоке. Как бы я таких вещей, ну, не видела никогда, правильно? Но таких вот вещей не происходило. Если шла в кафе, я платила сама за себя, правильно? Вот. Это тоже меня очень, ну, как бы, тронуло, да. Потом мы были на женском. В пастеров тоже девочка. Выложилась на все сто, приготовила. Так все было вкусно. Которая не знает меня, которая не знает даже английского. Я даже не знаю… Только я могла «хай» и эмоциями, что-то-то… Как бы им было интересно, нас расспрашали. Как будто бы мы им так нужны, как… Ну, это как-то такое вот ощущение, как будто бы… Она во мне нуждалась, да? Понимаете? А я как бы… А кто я? Вот. Потом, когда… Еще просто свои чувства. Когда мы стояли перед церковью, И… Валюка посвящали… Я… Я так расплакалась, я никогда так не плакала, абсолютно. Я плакала, когда, ну, моя бабушка умерла. Слакала, как ребенок. Как маленький ребенок. У меня обычно это, ну, эмоции не выражаю, да? Стараюсь на людях. Даже Феликс треснул. Да. Даже… Даже мой муж, да? У нас семья Феликсов. Да. Вот. Ээээ… И я вот такая вот… Любой думаю… Ну, кто я такая? Кто я такая? Почему я? Почему я вот тут стою перед такой огромной церковью, да? За что, как бы, что я такого сделала в этой жизни? Кто я такая вообще, да? Никто ничего не звать и никак, да? И вот мне… Ну, такая вот… Ну… Как это сказать? Честь, да? Это честь. Это честь, вот, предоставилась, что, типа… Вот я стою перед огромной церковью. Там церковь огромная. Как 10 наших. Нет, больше. Окей. Я сказал, на сцене на их ней можно проводить собрание. Всех нас, да. Всех нас. Ну, очень большая церковь, да. И… И вот… Ну… Она меня обняла. Я так… На руки… Разрыдалась, да. Такое вот было, да. Вот. А потом я лежала… Вот… После этого все, что произошло в церкви, я лежала на… На… На кровати. И меня… Очень колбасы… Ну… Не колбасы… Очень меня… Возбуждали магазины. Я очень давно не делала шопинг. И я всегда, когда выходила в магазины, у меня истерика начинается. Такие большие магазины… А-а-а… А вы знаете, женщины любят магазины, да. Цены ниже. Вы знаете, как женщины живут этим, правильно? Амен. Амен. Она говорит, что мы с тобой, все хорошо. Вот. Кроме нехота. Женщины, нехота. Мы с тобой. Я лежу такая и думаю… А-а-а… Магазины… А мне такое внутри… Я никогда не была духовным человеком, у меня не было таких всяких духовных… Таких вот… Да, как бы… Веселлера у меня есть… Всегда знала, что есть Бог, но… Вот как некоторые вот девочки в нашей церкви, да. Такие вот, сказать умные фразы, у меня такого никогда не было. И мне в душе говорится такое вот внутри… Не забудь о насущном, забудь о духовном. У меня такого никогда еще не было. А-а-а… И я такая… И меня успокоило это, типа… Знаешь… Да он… Да… Да… Вот. В следующий раз. Амен. Знаешь, я не подумала об этом. Амен. 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 Да, да, да. Ну вот такая вот мысль… Вот моя личная мысль была. А потом я хочу еще рассказать, насколько эта женщина… Вот такая вот… Такие вещи… Мы когда шли в церковь… Я купила лак… Такой поярче… Хотела, чтобы они поярче красились… И я накрасила ногти… Он говорит… А что ж ты… Ты такая жертвенная… Говорит… Ты вот себе не накрасила ногти, а нам накрасила… Я говорю… Быкеев… Быкеев… Мне это так легко… Говорю… Если бы так было все легко… Я бы это делала… Вот так вот… Знаете… А вот она заметила такие вот вещи… Да… Для меня… Это вообще… Минимум… Минимум… Да… Хотя, чтобы… Ну, они были такие вот… Старчик… Ну, приятно сделать что-то хорошее… Правильно… Я работаю в такой сфере… Да… Что я люблю людям делать хорошо… Приятно… Вот… А что еще хотела сказать… Что… Прежде чем я… Открыть свой бизнес… Вы знаете… Что я стала… Моид… Я очень боялась этого… И… Столько лет… Да… Ну… Проблема… Да… В общем… И… Я очень была уверена в себе… Как у меня будет… Как я смогу… Потому что… Хоть какой-то минимум… У меня должен был… Быть… Да… И я… Перед тем как открыть… Этот бизнес… Я говорила… Господи… Пожалуйста… Дай мне работу… Я буду платить десятину… Каждый месяц… Что до этого я никогда не делала… И… Я сказала… У меня… Будет работа… И я буду платить десятину… Ну… Как я… Как точно… Ну… Это может быть как-то… Кощунственно… Да… Но… Может быть у каждого есть свой выход… Да… Или же не так… Так так… Правильно… И… Теперь… И… Я плачу каждый месяц… Потому что договор дороже денег… А тем более… От Бога… Ну… И… 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 Все как бы… Все что я хотела вот вам сказать… Аллилуйя… 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 Аллилуйя…